Большинство из нас в какой-то момент жизни переживают задержку ответа на наши молитвы, или же мы не видим ответа вообще. Может, вы переживаете это в жизни сейчас, или вы получили ответы, о которых не просили. В зависимости от зрелости в вере и от того, на каком этапе своего хождения находится человек, отличается его реакция на задержку или отсутствие ответа на молитву, или на ответ, который вы совсем не ждали. За многие годы я не раз видел, как люди злились на Бога, или в них формировалось равнодушие к Богу. Я назвал его «холодная любовь». Они играют с Богом в молчанку, другие вообще перестают молиться, но все же есть те, кто использует это как возможность построить близкие отношения с Богом, глубже познать Его. Они начинают созидать в себе более крепкую веру. Они используют эту возможность и вопрошают Бога, «Чему Ты хочешь меня через это научить?» Господь, научи меня молиться в соответствии с волей Твоей. Господь, научи меня доверять Тебе больше, чем когда-либо. Господь, помоги мне доверять тому факту, что Ты все обращаешь мне ко благу и во славу Тебе. Учи меня, Господь. Я знаю, что Ты во всем преследуешь благие цели для меня, хранишь мой разум и сердце, и защищаешь меня от всякой угрозы, о которой я даже и не подозреваю. Господь, я знаю, что любящим Тебя все содействует ко благу. Если вы искренне просите об этом Бога, то я вам гарантирую. Господь ответит на эту вашу молитву, и вы будете возрастать в нем с каждым днем. Если вы сегодня в гостях у нас в церкви, мы говорим о великих молитвах святых. Мы хотим увидеть, почему они получили ответы на свои молитвы, и в данном случае нам важно узнать, почему молитва Аввакума не получила ответа. Сначала мы рассмотрели молитву Даниила. Потом мы говорили об удивительной молитве Илья Азара, доверенного слуги Авраама. Сегодня мы рассмотрим молитву Аввакума. Давайте вместе откроем третью главу этой прекрасной книги. В первых двух стихах его молитвы, в третьей главе он говорит, «Господи, я услышал весть о Тебе, и я устрашен Твоими делами. Господи, возобнови их в наши дни, яви их и в наши времена, и во гневе будь милостив». Для того, чтобы вы смогли понять эту молитву в третьей главе, вам важно понять, в каком контексте была написана книга Аввакума. В первой главе он начался с того, что молился о пробуждении. Это молитва, которой должен молиться любой верующий человек. Разве Бог не желает, чтобы в его церкви было пробуждение? Как вы думаете, разве Аввакум молится не по воле Божией? Конечно, по воле. Почему же тогда Бог не желает отвечать на его молитву? Почему Бог отказывается ответить на его молитву? Сам Аввакум расстроен тем, что Бог не отвечает на его молитву. Я уверен, что вы в жизни тоже были расстроены тем, что не видели Божьих ответов. Вы говорили, «Господи, я искренне взываю к Тебе. Почему же Ты мне не отвечаешь?» Именно это происходит и здесь. «Боже, почему я не вижу ответов на свои молитвы? Почему ответ на мою молитву задерживается? Разве может что-то прославить Тебя еще больше, чем то, что Ты пошлешь духовное пробуждение в Израиль, зенице ока Твоего, Твоему избранному народу, прежде создания мира? Есть ли что более великое, чем видеть Израиль, переживающим духовное пробуждение? Хочу здесь остановиться и напомнить вам о духовном состоянии Израиля в то время. Они неистово предавались идолопоклонству. Они безудержно предавались грехам. Их духовная жизнь уступила дорогу к гуманизму. Их поклонение включало компромисс с грехом. Посвящение Яхве было неполным. Очень слабым. Их любовь к Богу Яхве сильно охладела. Они посещали церковь, но поклонялись они преуспеванию и эгоизму. Они верили в Бога, но поклонялись самим себе. Они толерантно относились к другим религиям и позволили им войти в церковь. Они были настолько терпимы к мерзостям, что позволяли их даже за кафедрой. Казалось бы, этот человек молится о пробуждении, и это то, в чем они так нуждаются. Ведь вы согласны с тем, что молитва о пробуждении Божьего народа в то время была абсолютной необходимостью? И вот, наконец, Бог отвечает Ивакуму, «Я услышал Твою молитву». «Я Тебя услышал. Я отвечу на Твою молитву, но не сейчас. Сначала я позволю, чтобы народ израильский забрали в плен». Господи, ну я совсем не такой ответ ожидал от Тебя. И не на такой ответ я надеялся. Я совсем не этого хочу и не об этом молился. Как милостивый Бог может сделать такое с нами? Как любящий Бог позволит нечестивым из Вавилона наказывать его народ, зеницу Окаева? Как может Бог позволить, чтобы зло случилось с добрыми людьми? И мы видим Божий ответ во 2 главе 4 стихе. Кстати, это место наиболее часто цитируется в Новом Завете. «Посмотри на надменных». Он говорит о Вавилоне. «Их дух неправеден, я это знаю». А праведный верою жив будет. Праведный будет жить своей верой. Вы должны это помнить. Бог говорит о Вакуму. Я понимаю, какие сейчас жестокие времена. Тяжелое время в духовном смысле, но все будет только ухудшаться. Не знаю, как вы, но я не это хотел услышать. Но праведный верой жив будет. Скажите, пожалуйста, это вместе со мной. Праведный верой жив будет. Да, Бог накажет Вавилон. Он приструнит надменных. Бог обязательно осудит нечестивых, и Он защитит верных своих. Что бы не ждало нас впереди, с какими бы скорбями в будущем мы не столкнулись, вне зависимости от того, как поведет себя экономика, и что будут или не будут делать политики, какие бы провалы не ждали впереди, Вакум. Ты должен понять, что история в моих руках. «Я восседаю на престоле и никогда не покину верных своих». Теперь давайте перейдем непосредственно к Его молитве. Это третья глава. Я хочу, чтобы вы увидели здесь три вещи. Во-первых, в первых двух стихах звучит молитва смирения. С третьего по пятнадцатый мы видим молитву поклонения Богу за все, что Он совершил. И в-третьих, фокус молитвы также не на пробуждении, а на самом Боге. С шестнадцатого по девятнадцатый стих. Он начинает с того, что смиряется перед своим Богом. Приходя к Богу, он не начинает с того, что говорит о том, что сделал для Бога Он или сделал Израиль. Он сокрушается пред Богом. Он смиряется пред Ним. Вы спросите, «Но где ты тут видишь смирение?» А посмотрите на второй стих. «Я устрашен, я в трепете пред твоими делами». Мне сложно передать вам значение слова «трепет». Это включает такое благоговение, когда мы не находим слов. Мы просто преклоняем колени перед Божиим величием. В первой главе у Аввакума были к Богу вопросы. «Бог, почему ты не отвечаешь на мою молитву?» «Боже, где ты, когда ты мне так нужен?» «Боже, почему ты бездействен? Почему пробуждение задерживается? Почему я молюсь, но не вижу ответа?» Между первой и третьей главами с Аввакумом что-то произошло. Он пережил радикальные перемены. Бог желает видеть такие перемены в каждом из своих детей. «Я благодарю Бога за ваше служение Ему». Но Богу гораздо важнее вы сами. Ваша личность, ваша жизнь, чем ваше служение. Бог может сделать все, что хочет. Он может использовать любого человека. Но ему важны именно вы, ваше хождение с ним. Итак, в жизни Аввакума в период с первой по третью главу происходят радикальные перемены. Так что же там произошло? Он научился не только думать о себе, смотреть не только на Израиля, на Вавилон, на все, что происходит вокруг него, но начал фокусировать внимание только на Боге. Послушайте, пока мы будем мерить человеческими мерилами и судить о праведности израилетям, сравнивая их с жителями Вавилона, пока он сравнивал себя с другими, а мы к этому склонны, пока он судил о том, кто хуже кого, он задавал Богу вопрос, «Почему?» «Почему, Бог, ты не отвечаешь на мою молитву?» но когда он перестал смотреть на то, что его окружает, у кого что не так и кто в чем оплошал, но целиком и полностью устремил свой взгляд на праведность Божия, на то, какой наш Бог. Вот тогда все остальное растаяло. Некоторые люди молятся, как тот фарисей, о котором говорил Иисус. «Бог, конечно, в сравнении с мистером Смитом, я куда лучше. Ответь на мою молитву». И вот в сравнении с миссис Джоунс, я намного лучше. Ответь мне. Это неправильный подход к молитве. Да не думает никто получить ответ на такую молитву. Однажды Рубен Арчер Торрей получил письмо от человека, в котором тот написал, что он разочарован в Боге, что он не знает, почему Бог ему не отвечает, ведь он является верным членом церкви вот уже 30 лет. Вот что ответил ему этот мудрый человек Торрей. «Ваша молитва не во имя Иисуса, а во имя вас, и на основании ваших дел, а не его». Ваш подход к Богу в молитве определит ее эффективность. Во-первых, он приступил к Богу в смирении. И второй секрет эффективной молитвы заключается в поклонении. Большая часть этой главы посвящена поклонению. Он говорит в молитве, кто такой Бог и что он совершил. Английское слово поклонение «worship» происходит от латинского «достоин». Что Бог означает для вас? Что он означает для вас, когда вы поклоняетесь ему в своей тайной комнате? Чего он достоин в ваших даяниях, ваших финансах? Как много он значит для вас? Всего пару долларов или больше? Что он означает для вас, когда вы поклоняетесь ему лично или на людях? Говорите Богу в молитве, кто он для вас? Многие приходят к Богу со списком, словно идут в магазин. Господь, мне нужно то и это. Нет ничего плохого, что вы приносите Богу свои нужды, поймите меня правильно, но приходя к его престолу, мы должны выражать, что он значит для нас, и насколько сильно он нам дорог. Кто-то скажет «Ах, ну да, я должен быть благодарен. Спасибо, Господь, тебе за то и это». А сейчас я возвращаюсь к своему собственному списку. Он знает все наши мысли и сердца, знает нас до глубины души. Именно поэтому псалмопевец говорил, что только если вы будете утешаться Господом только тогда Он исполнит желание вашего сердца. Послушайте, если вы будете проводить время с Господом, утешаясь в Нем и в том, кем Он является, что Он совершил, и если вы будете утешаться тем, что Он Бог, заключивший завет с вами и хранящий Его, утешаться Божьей милостью и Божьей благодатью, тогда вы обнаружите, что просите Его лишь о том, что угодно и приятно Ему. Вы будете радоваться тому, чему радуется Он, и будете иметь с Ним очень близкую связь. Кто-то скажет, Майкл, я не знаю, как утешаться Господом, и это законный вопрос, я вас очень хорошо понимаю. Позвольте, я засвидетельствую вам из своей собственной жизни, чтобы вы поняли. Если вы попросите Духа Святого научить вас утешаться Господом, то, уверяю вас, Дух Святой ответит на вашу молитву. Если вы искренне попросите Его научить вас наслаждаться Господом, Он научит вас. Молитва Аввакума была молитвой смирения и молитвой поклонения, но также его молитва была о Боге, о Его делах, о Его славе, о том, кто Он, о том, что по милости Его Он совершит то, что желает. Он может решить все, что пошло не так. Ни оливок, ни винограда, ни овец. Это основное, от чего зависела вся их экономика. А если Нью-Йоркская биржа лопнет, люди потеряют свои избережения, он не сказал, что это должно произойти, но если это все же случится, я все равно буду утешаться Господом. Вот что он говорит. Он больше не молится. «Боже, евреи заслуживают Твоей милости, ведь они Твой избранный народ». Он молился так вначале, но потом изменился. Изменилось его отношение к Богу. Он больше не перечислял Богу их дела, но говорил Богу о том, каков он Бог. Пробуждение на самом деле означает, что кто-то был мертв, а потом ожил. Когда духовно мертвый человек оживает силой Духа Святого, мы говорим, что в жизни этого человека произошло пробуждение. Во время массовых пробуждений, о которых мы слышим и читаем, многие люди приходили ко Христу в одночасье. Когда мы видим, как люди приходят ко Христу, то их Дух, Который был мертв, а у нас у всех Дух был мертв до покаяния, но потом пришел Дух Святой и вдохнул свою жизнь, мы оживаем с Ним. В этот момент в нашей жизни происходит пробуждение. Кто-то представляет пробуждение, как большой стадион, на котором собралось 50 тысяч человек, и они восхваляют Бога вместе, все это прекрасно. Побольше бы таких событий, но это не пробуждение. Но когда мертвый дух оживает, и люди становятся живыми во Христе, они начинают каются, исповедовать грехи, принимать его прощение, мы знаем, что это пробуждение. До тех пор, пока Вакум заботился о своем служении, о том, насколько он эффективен и что делает для Бога, пока он переживал за свою страну, Израиль, и за Вавилон, и за то, кто, кого и почему, и кто, чего заслуживает, пробуждение не приходило. Но как только он устремил свой взгляд не на дела и достижения, а на Божью славу, он вдруг увидел, что даже вавилонское пленение это часть плана Божьего, чтобы принести в Израиль пробуждение. Он начал видеть, что даже темные дни были частью Божьего плана, чтобы в Израиль пришло пробуждение. Он молился о пробуждении посреди кромешной тьмы. История говорит о том, что пробуждение зачастую приходит в самые тяжелые периоды. Реформация в 16 веке. произошла в самый темный период истории церкви. В это время церковь в Европе в жутком упадке, в сущей тьме, и повсюду царило невежество. Библия была только на латыни и была прикована к кафедре, так что ее могли читать только священники. Повсюду были суеверия. Они поклонялись святым, а не Богу. Люди обращались за советом к одержимым. Даже сам Лютер в какой-то момент ненавидел Бога. Но когда он прочитал в Новом Завете цитату из книги Аввакума, «Праведный верою жив будет», это оживило его дух. Он радикально обратился ко Христу и возглавил реформацию. Где-то 154 года назад в Нью-Йорке, когда Соединенные Штаты находились в жуткой экономической депрессии, Бог двинулся в жизни одного бизнесмена. Он не был проповедником, его звали Джеремио Ланфеер. Он разослал в газеты объявления, чтобы собрать людей на молитву за Америку, чтобы Бог послал сюда духовное пробуждение. Он арендовал помещение, в котором было всего лишь 11 сидений. Пришло очень мало людей, но они продолжали молиться небольшой группой недели за неделей и не ослабевали в этом. Через какое-то время Бог почтил их молитву смирения, и молитвенное служение расширилось до зданий церквей по всему Манхэттену. Потом по всему Нью-Йорку, а затем и по всей Америке началось пробуждение, и это был последний раз в Америке, когда там происходило настоящее пробуждение Духа Святого. В молитвах о пробуждении есть одна общая черта. Это слова Аввакума «В гневе будь милостив». Не потому, что мы такие хорошие и постоянно проявляли к тебе верность, Господь, не по нашим делам, но во гневе твоем будь милостив. Давайте вместе скажем это «Во гневе твоем будь милостив». провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова